Слова опять нагнетают заголовками, почему нагнетают, объявлена в Омске чрезвычайная ситуация и по многим другим сейчас, я так понимаю, регионам России готовится сделать то же самое, ну потому что жопа везде, ну сейчас поговорим об этом. Поэтому понятно, что это провокационное название, что в России объявлена чрезвычайная ситуация, ну а разве Омск не в России, Омская область не в России, в Омске случилась песчаная буря 25 метров в секунду, песчаная буря понятно, что песок с Сахары, ну или с Казахстана, я не знаю, ну судя по цвету такой правильный песок, такие обычно с Сахары прилетают. Вот, и значит губернатор области Бурков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за пожаров, а в общем-то произошла очень странная ситуация в Называевском районе, который в 200 километрах от Омска начался пожар. Ну вначале дом престарел и загорелся, потом загорелись близлежащие дома, кстати дом престарел, говорят, что потушили, а вот дома нет. И первоначально было написано, огнем охвачено 9 строений, из Омска выехали дополнительные силы. И вот это была очень большая ошибка, насчет поездки дополнительных сил из Омска, 200 километров, представляете, пока они приедут. Ну так оно и случилось, пока туда шел паровоз с водой, пока ехали дополнительные силы с Омска, сгорело 90 домов. 90, можете себе представить. Да, там пишут, первоначально было, горят 9 построек, из них 5 жилых, 4 надворные, ну то есть успокаивают. И пишут, значит, написали, что для отуспения зданий в Называйск направлен пожарный поезд, туда же отправились автомобильные группы. И потом, значит, вот сообщение, что сгорело 90 домов. Нифига себе, да, то есть они приехать не успели, все сгорело дотла. Вот пишут, все горело, это очевидцы, очень сильно вообще везде, все началось в дом престарелых, заканчивая второй северный. Ветер был такой силы, что сносило ворота, заборы, даже людям из-за ветра тяжело передвигаться. И вот те, кто принял такое решение отправить туда все пожарные силы, ну, эти люди кончены, идиоты. Потому что такой же пожар тут же начался в Омске, а тушить было уже нечем. То есть все в разъездах пока находились, туда-сюда ездили. В Омске тоже, ну, в Новоалександровке, это, я так понимаю, микрорайон, ну, это бывшее село, микрорайон Омска. Загорелись здания тоже первоначально, там писали, то там столько, одно, два, там и так далее. В конце концов, все-таки дали информацию правдивую. Около 50 домов сгорело, жить негде, а у нас тут дети, инвалиды и так далее. Это из, цитата из репортажа Омскому каналу. Да, и вот интересно. То есть это вот тот случай, там деревянные дома, и в том и в другом случае. 140, представляете, домов сгорело за один день. Да, и вот в этом случае бы огнебиозащита очень пригодилась. То есть нет ничего проще, ну, сколько там, 15 тысяч, это самые дорогие вот эти вещества стоят. А в блокадном Ленинграде-то ничего они не стоили. То есть брали с завода какое-то вот это дерьмо, мазали. И ничего, и Ленинград, который бомбился зажигалками гитлеровскими, не горел. Просто не горел. Все города Европы, которые бомбились зажигалками, сгорели, а Ленинград не сгорел. Почему? Потому что была проведена огнезащита. И я не знаю, почему путинцы, им самим вроде казалось бы невыгодно. Но значит выгодно, что такие потери. И вот пишут, что пожар в Омске, микрорайон Новоалександровка, мэр Омска Сергей Шелест, находится на месте пожара. Ну, я написал, но кажется, уже подумают шелестеть вслед за Чубайсом. Да, ну а что, тут осталось совсем чуть-чуть. Сейчас еще несколько таких пожаров, и не Омска, ничего не останется. Поэтому мэру Шелесту, конечно, самое время вместе с губернатором собираться и стартовать. На Пермском пороховом заводе, где недавно взорвалось все, теперь еще слетели 12 грузовых вагонов с рельсов. И хорошо, что не взорвались. Представляете, еще 12 вагонов с порохом бы шарахнуло, было бы вообще рок-н-рольно. Ютейр, самолет, летевший из Сургута, пишет Андрей, 74 в Твиттере, хвостом шоркнул. После таких инцидентов судно на прикол ставит и надолго полное обследование. Но у путинских настолько плохо с самолетами, что этот просто сразу дальше полетел. Представляете, удариться корпусом самолета и полететь дальше. Ну, оживусь, конечно. И 6 мая в экстренные службы поступил сигнал о помощи от туристической группы, которая отправилась в Краснодарском крае, в Мостовской район. Туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, всего 75 человек, 60 из них детей. Там, говорят, все подтопило. И, в общем, неизвестна судьба. У спасателей похода они не стали регистрировать. Надо у спасателей регистрироваться. Если хочешь провести какое-нибудь фотографирование, как девчонки фотографировались где-то на Арбате, их менты, полицаи с ластали, нельзя фотографироваться без разрешения. Тут, оказывается, без разрешения в походы нельзя ходить. И вот отрезала река, я так понимаю, что решается вопрос о спасении людей вертолетами. Да откуда они возьмутся-то, эти вертолеты? Они-то их все уж позбивали в Украине. В Уфе до больницы номер 21 нельзя доехать, потому что разрушилась вся дорога внезапно. То есть, там что-то жуткое такое на видео, как будто изнутри какой-то червь прополз, дрожь земли. Помните фильм? Какие-то ужасы случаются. Есть ощущение, что разверзлись адские ворота, сумасшествие и жестокость. Страшное государство захватило Россию. Неужели прав Гумилев про тысячу лет и конец? Ну, насчет конца-то я не знаю, да, и как бы Гумилев точные сроки-то не писал, не рисовал, что вот тысячу лет и все. Потому что есть империи, которые просуществовали гораздо дольше. Например, Римская империя в восточной своей части, она просуществовала вообще, так скажем, до пришествия турок. И только с этим закончилась, только с Османской империей. Поэтому я думаю, что есть империи, которые существуют дольше, есть империи, которые существуют меньше, да, тысячи лет, гораздо меньше и совсем чуть-чуть. Но я думаю, что процессы одни и те же в этих империях. Только в одних они растягиваются на длительный срок, да, а в других все это укладывается в меньшие сроки. Продолжение следует...